Сельскую библиотеку в Кабардинке взяли под охрану кошачью. Черно-белая Василиса оберегает книги от непрошенных визитеров, а вот тех, кого в читальном зале действительно ждут, стало заметно больше. Мурлыкающая сигнализация, как в шутке называют хвостатую, стала местной достопримечательностью. Прям как целая усатая рота в знаменитом Эрмитаже. Своё поколение когтистых секьюрити, возможно, появится и на Кубани. Анна Горлова расскажет подробнее. Как пройти в библиотеку, где живёт кошка, знают все в Кабардинке, как и саму Василису, черно-белую хранительницу книг. Живёт она здесь уже 12 лет, почти с рождения, и не просто живёт, работает. Дом у нас старый, и в подвале дома у нас водятся разные, ну, как бы сказать, разные живности. И она отпугивает эту живность от нас, оберегает книги. Здесь Василису и погладят, и приголубят. Правда, эти библиотечные нежности кошке не всегда по душе. Ей больше нравится лежать у батареи в тишине и спокойствии. А те, кто его нарушает, могут и нарваться на кошачий коготь. Библиотекарь Лидия хоть и нашла с Василисой общий язык, но всегда настороже. У нас не характеры похожи. Сложный. Она, как бы, ну, если на примере она лежит, её, как бы, ну, лучше не беспокоить. И, как бы, ну, в большинстве случаев она такая, ну, не односторонняя. То спокойная, то вредная. Правда, детей охранница не обижает, понимает. Так может распугать и так нечастых гостей сельской библиотеки. Люди на неё реагируют с радостью, они её гладят, они её кормят. Дети вообще очень радуются кошке. За верную службу Василиса получает корм на завтрак и ужин. Свободное время предпочитает проводить библиотеки. Гуляет сама по себе она нечасто. Она вышла на улицу и дверь закрылась. Она этого не любит, сразу начинает как-то паниковать, теряться, начинает сразу звать. Не любитель она долгих прогулок. Коты, библиотекари и хранители музеев – явление популярное во всём мире. Кот-браузер из небольшого городка штата Техас живёт среди книг и тоже сражается с грызунами. Он стал знаменит, когда городской совет, ссылаясь на возможную аллергию посетителей и агрессию животного, хотели изгнать кота из читальни. Не вышло. Поклонники браузера собрали тысячи подписей и даже направили их мэру города. Кот и ныне в библиотеки. Тишенько, сладкий мой, тише. Мою солнышко, мамино солнышко. А это уже Россия, Эрмитаж. Здесь в подвале кошачье царство. Мяукающие охранники официально состоят на службе и оберегают мировые шедевры от крыс. Завезли их сюда ещё 300 лет назад. Царственные особы. Так что хорошие крысоловы всегда будут при работе и вкусном обеде. К тому же сотруднику, который не только спасает книги или картины от грызунов, но ещё и привносит особую атмосферу в коллектив, даже непростой характер прощают. Как в Ассирисе. Анна Горлова, Александр Брыксин, Геленджик.